Карловы вары в Чехии, Кисловодск на Северном Кавказе и поселок Красногорский в Мариел. Что между ними общего? Ответ прост. Лечебная грязь и минеральные воды с особыми полезными свойствами. О необычных фактах курортных мест Звениговского района можно узнать из очередного выпуска Марийского архивного ежегодника, на презентации которого побывали мои коллеги. Невероятно, но факт. Звениговский район, а точнее та его часть, где расположена Клюновая гора и поселок Красногорский, не просто живописный уголок нашего региона, а место, которое издавна славилось своими лечебными грязями и целебными минеральными водами. И согласно данным специалистов, которые в свое время проводили здесь экспертизу, они могут быть эффективными при лечении ряда заболеваний. Исследования этой грязи и воды показали, что они схожи по составу с грязями Юга Советского Союза, Кавказскими грязями и даже с грязями Франции. Их пока еще не нашла я документы, но рассказывают, что наши грязи перевозили в другие регионы России. Это уже пятая публикация краеведа из Красногорского, в которой она продолжает делиться интересными фактами из истории родного поселка. В этом ей помогает работа с документами. В архивах можно найти уникальные факты о любом населенном пункте региона. Казалось бы, все давно изучено и исследовано, но нет. Всегда находится что-то новое. И как итог, в Морийском архивном ежегоднике появляется очередная интересная статья. Архивный ежегодник выпускается с 2001 года. И каждый год он имеет какие-то свои особенности. Мы знаем, что указом президента этот год объявлен годом культурного наследия народов России. Поэтому у нас целый раздел посвящен вот этому знаменательному событию, факту. Я бы отметил, что в этом году немало интересных вот таких оригинальных статей. Ну, например, вот наш сотрудник архива Сердюков Алексей Владимирович написал очень интересный материал о лётчике. Первый лётчик из Марийского края Николай Кириллович Кокорин. Потом вот доктор юридических наук с университета Татьяна Николаевна Михеева написала о своём отце. Оказывается, такой интересный поэт-самородок был в Медведевском районе, Николай Сергеевич Михеев. Очень оригинально, свежо. И вот каждый год такие интересные бывают статьи, публикации. Стоит отметить, что журнал в этом году поменял целевое назначение, став научно популярным. Это было сделано для того, чтобы здание стало более доступным для неравнодушных к родной истории читателей.